вот все что я хотел сказать да можно возможно можно вот он и сам был бы крупный возможно укропнить удается за счет вот этого жирного слоя если не давать расти вниз вот но дерево ослабеет с каждой пересадки мы живем в холодной россии друзья поэтому надо от этого заманчиво отказаться вот когда я сказал что сениц потом вот это уже крупноплодных абрикосов у него же сениц вспоминаем академика сениц фаин сениц этого крупноплодного с дальнего востока да так а потом когда она ветки возьмет и перенесет на мажорца возможно вернется такая же крупность какая была у меня вот видели фотографии военные видели фотографии красивые да это да сейчас идем дальше кстати сказать вначале взял ну ладно дорогие три штуки взял положил на весы осталось набрать там эти знаете как современных магазинах а потом смотрю а там ничего понять не могу еще нектарин оказывается что это абрикос даже не сомневался это нектарин сильно крупный для абрикоса первый раз только нашел на рынке спасибо за ответ стивен пишет приятно когда есть обратная связь вы говорите что когда крона пустая густая 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 еще один важнейший вопрос вот хорошо когда люди пытаются это понять а дает мне возможность до конца разобраться вы говорите что когда крона густая то дождь не мочит штамп в этом я согласен но это когда лето и на дереве и свества а как же осень и ранняя весна когда бывает много дождей аж там мокрый какая бы густая крона не была тогда какая разница густая крона или нет объясняю вначале я набрал солнечный ряд это как бы мой взял их на память сейчас найдем концов не найдем одна из страшных провалов науки в двух местах это крым и ленинград была создана две величайшие в мире коллекция абрикосов в виде деревьев прошли годы и не знаю что в крыму делается в ленинграде не осталось ни одного дерева вот если бы они но тогда я конечно может это было 50 годом и 70 я ничего этого не знаю когда 60 нет ничего полный стопроцентный провал вот оттуда и родилась северо-востоково и северо-запад это вообще прибалтика это вообще это гиблое место вот из до сих пор то смотрите вот я попытаюсь объяснить так как я бы рассказывал студентами если кто-то как вспомнил как лаулин так тогда он был этим зап кафедры мятского университета института как у меня ругал когда будущее на урале не приехал не почитал лекции у студентов сейчас бы если по на это самое такой лекции организовал его бы уволен тогда я был себе заберет на это сейчас я так вот и вот что давайте разбираться вы вроде бы и правы какая разница если весной штаб мокрый гниет и осенью штаб мокрый гниет давайте разбираться смотрите я не абсолютный ноль и не понятия не имею только умозрительно но попробуйте сказать что я не прав и так судя по корням судя по и строению я четко разделил я имею основные обиды например абрикосы грушу отделил от яблони и сливы яблони сливы давид от водки вспоминайте мои лекции вот у них корни не такие а абрикосы и груши корни глубокие достигают большей глубины стержневые корни и достаточно жиденькая крона изначально изначально ну я тут специально не стал потом может ладно потом достаточно жиденькая крона они родились там где я просто вижу на дерево и остальные тут легко догадаться никто мне не поймает это самое потому что надо доказывать обратно невозможно достаточно жиденькая крона стержневый корень глубокий но не широкий вот это корни им сто раз покажу и получается что там где их родина у них очень мало дождей и они не испытывают никакого дискомфорта на десятки если не сотни лет по отношению вроде на свою родину где их родина вот смотрите абрикос шесть мест называют кто это самое Армению кто Джорджини на Дальнем Востоке черти где вот кто Памир кто Тяньшань поэтому значит ведь там где их историческая родина где они прожили сотни лет тысячи лет десятки и это вошло плоти в кровь длинный корень достаточно жиденькая крона а мы то оттуда и в Прибалтику я почему в Ленинград упомянул что должны были тамошние ученые делать правильно так как они попали места где начнет гнить штамбы они должны были сделать вот такую крону как я сделал у нас тут уже второй год одни спрашные дожди вот такая крона должна и вот эта крона искусственная искусственная и она сделана сознательно другое дело что когда речь идет уже допустим о груши ну абрикосы вы видели да теперь ясно что вот это место самое сухое я специально фотографировал вот к этому вот вашему этому вот крона густая но крону мы сделали густой вот это поймите искусственная крона это один из моих там десятков этих абрикосов молодых так естественно что никаких следов минимальное вмешательство мы только укорочен при пересадке только укорочен поэтому свежий снимок почти полвета прошло вы не найдете никаких следов вы никогда я вам потом у меня отдельно есть полсотни фотографий я в ВВС вот так ходил щелк 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 чтобы показать что каждый деревьев по снимку вон они там в это в архиве свежайшие нету плесени вот в прошлом году я осенью показывал тогда осени не было самый был сырой год этот год посмотрим но пока опять сырой вроде как прибалтик вот так я не даю это самое поняли я не даю сгноить вот этот штамба потому что все деревья это сенец вот а все деревья которые привиты у них столько проблем но это про привит отдельно поговорим вот вот это я хотел сказать специально загущаем а тот кто не понимая вообще природу деревьев не понимая не понимая что яблони и абрикосы груши и сливы надо делать все наоборот а вы знаете как та же груша ниже покажу как они любят загущаться а эти то а давай-ка отрежем штамп у них как сразу раз кучу этих самых как мы их называем волчки потому что вы их заставили волчки выбросить они же крону защищать должны штамп защищать должны а вы раз-раз искалечили их там они ой караул теперь их уничтожим а если еще наполовину еще гуще я посмотрел на эту дурь которая стала всенародное это самое заблуждение всенародное потому что все все включая академиков живут в этом мире который придумали который не соответствует с действительностью вот вот я на всякий случай еще один сфотографировал пересадил вот ну это правда привитые но все равно это получился нельзя его оголять нельзя его проезжать они вот эти вот они когда-то были обыкновенными сопливыми студентками прошло время они стали кандидатами не докторами они как их научились их вообще учил кто-то это настолько роскошь их даже сосед подачи мог научить сейчас любой скажет а завелся вот смотрите еще одна проблема которая появилась у меня благодаря что идут дожди видите знаете что там плавает там плавает сотни червей вот крупный план вот почему я так говорю я говорю неспроста я действительно наблюдать именно столько чтобы как получилось бассейн заполнили вот видели Тимошку в бассейне да вот а через два дня там уже полсоти червей плавало а по форме бассейна вспоминайте им туда попасть заполсти трудно да и смысл казалось бы нет если бы не дожди я бы ни за что не догадался я всякое придумал есть у меня и фантастическая версия падает с неба идет очередной засев то есть кто-то там есть как бы назвать его это как в фантастическом романе там этим занимались два человека не человека нет высшее существо одного была должность мастер кто помнит писателя Михайлова а второго фермер вот засевом занимались я смотрю черви я письмо помню когда у человека тысячи червей было на крыше сарая там вообще необъяснимый случай поневоле начинаешь вот думать не засевлю а здесь проще идут дожди а я потом вычистил эти пол сайта все вы поймите я сейчас не шуча говорю не просто очередная загадка там очевидно не говорят она практический смысл имеет огромный практический смысл сейчас поймете итак после того как я вычистил через пару дней я лег больницу на 8 дней выхожу из больницы их стало сотни чистый был бассейн сотни но я все еще думаю что какую-то из ночей днем бы может там были заметно нет ну ни разу не видел живем но как-то они умудрились сюда попасть например ползком ползком у них ножек много могли почему они полезли они спасались видимо от этих самых дождей а попали в ловушку ну вы знаете как этих самых мышей так же ловят ну не буду я мышей жалею не буду рассказывать каких ловят в общем ловушка наверное так и есть итак если я прав если черви спасались залезая на такую высоту от дождей представляете какой вред наносит что правильно полив вот я еще думал какие-то особые черви может они живут в воде нет они уже полуразложившиеся это земли приползли вот и тогда я еще расскажу ребята вот для меня вот то что черви залезли в бассейн на глубину на высоту почти метр то что они совпало с влажными с влажными погодой достаточно счастливы это мне с неба поступил сигнал рассказывает по новой я рассказываю полив очень щадящий никаких заливаний этих почему теряем вот это мы мы червей теряем мы теряем не просто червей а прекращается их ежедневная работа особая вентиляция рация канализация вентиляция рация канализация вот поэтому два способа полива еще раз может быть в первых вебинарах не помню вот это душарко скажите если здесь десяток ну пару этих самых там и паутинный клееч попадается и пару жуков хрустят зубами вот и тля на верхушечках ну в данном случае абрикос ну в принципе это могут быть груши и так далее вот слева груша вот значит тля как вы думаете сильная спрея смоет это все ну так ты какого хрена его это опрыскивать то ядохимикатами ну чем плохой способ ну вы хоть раз где-то про это прочитали что это не просто полив а полив сильной сырой воды с целью это самое смывается пыль обнажается опять устица дерево начинает дышать здоровое ну что вам еще надо вот это первый вариант и второй только при таком поливе это основной я называю дождевание и довольно что промокла только вот эта часть которая дает это этим корням помните это дурь когда эти самые я вам показывал предыдущие может быть сейчас показать ну ладно я вам показывал как они трубы вкапывали метровые для полива у них мозгов то нет для того чтобы понять не у них они это актеры ну клоуны и ведут себя как клоуны а есть же режиссер и сценаристы вот этот сценарист который ну как бы старая гвардия которая вот чем бы заняться вот надо же целую эту спектакль разыграть получат деньги он он режиссер актеры все там эти кто снимает кто осветители электрики вот все заработают ну надо же целую эту придумать чтобы чтобы потому что надо время вкопать показать какие трубы сказать что надо эти трубы еще эти затыкать чем-то чтобы не заилили да а мозгов то нет что-то там то кому подавать то воду эту а вода нужна есть две крайности первое это черви вынуждены караул спасаться вспомните червей на асфальте спасаются но ведь когда засуха это другая крайность именно дерево со своей кроной она же в скобках крыша дает возможность найти оптимальный вариант червям нелегко это природа очень нелегко вот и получается что воду подали на метр а черви остались а если засуха опять червей нет некому дерево кормить связь между червями и кормежкой дерева черви является это самое одно из важнейших звенов звенов звеньев пищевой цепочек но это то можно но почему об этом знаем только мы сами какие трубы то какая глупость боже мой вот вот это есть дождевание по железу только это и это просто самую дикую жару когда нужно просто это не обязательно ну я последние годы это все тут остатки труб все у меня уже ничего не делают вот ну тут уже почему я уже рассказывал вот это снова я показываю это же самое помните гепатогенная зона ничего не растет дом ставить нельзя сдохнуть можно вот не растет картошка ни за 20 лет не взошла ни одна это это при том попробуйте вы сколько у меня было грядок не смешно у меня есть фотографии помощники а я же не могу за каждом деревце наблюдать аккуратно там это траву выщипывает там это смотришь четыре этих самых груши а пятый тополек очень похожий потом три яблоньки а потом верба а потом еще черемуха а они же нанимал там соседок молодых подрабатывали вот тяпают все нормально молодцы вот смотрю метр подхожу тополь растет это растет верба растет черемуха растет это самое березы растут а до чего они похожи молодые сажут мне похоже на груши но я бы они молодые и вот я к чему говорю я говорю что попробуйте только оставить участок без внимания запрось зарастает дикоросами а здесь нет вот это еще раз я хотел обратить ваше внимание а почему еще смотрите Стивен я порастил семечки яблонька и теперь у меня есть несколько деревьев 5-7 лет самая высокая а нет это потом ниже будет фотография самая высокая деревьев ни разу не свело обязательно ли их прививать или посмотреть что получится в итоге Стивен значит решать будете не я а вы я скажу обязательно прививайте это если вы просто дачник если вы хотите иметь самое вкусное привитые они всегда пусть и раньше это плодоносят и раньше это самое и будут крупнее плоды но если вы в душе романтик то вы порастите до подношений почему а может у вас будет новый сорт вот а самый главный романтик в моей жизни это Боднар Борисович который из магазинных семян выросил все и черешни и яблони и груши и абрикосы если вот так поэтому я и яблони я не собираюсь это за вас решать обязательно их прививать вот некоторые думают так а как бы хорошо бы я за ответил ну хорошо не прививайте ура буду себе ждать нет ребята прививайте значит 5-7 лет а яблони они могут и верится идет а яблони это для них очень большая молодость ну буквально даже детство детский сад даже ясно они могут заплодоносить на 8-й год на 10-й на 12-й рекорд у Боднара 22-23-25 лет когда для первых плодоношений то есть это уже ужас сколько ждать и получается романтик ждите не хотите прививать ждите хотите ускорить 3-5 лет можно сделать на каждом по 5-10 я вам показывал помните 10 прививок на 1 и шикарный выражай будете решать Стивен вы вот ну и в общем а тем более для романтиков раз у них разные листва и тип кроны значит они еще и будут быть разными но поживем увидим Сирков вот Сергей Викторович прислал мне один из моих лучших друзей фотографии типа от чего-то вот вот это уже Вологда ну он был у меня в гостях с компанией вот обратите внимание даже здесь видно что не калечил деревья посадка на холмы молодец да ну в общем не зря что он у него в саду провел неделю так давай идем дальше это тоже его снимок ну что я скажу сенцы местных стрессированных груш капулировкой привил канавка была маленькая небольшой холмик росли сенцы слабо выкопал яму вот забил брошек